Всем привет! Вы смотрите вторую серию инструкций по работе с плагином WorldEdit. Сегодня мы рассмотрим основные команды, необходимые для работы с нашими регионами. Для начала выделим регион самым стандартным способом с помощью деревянного топора. Выделим две простейшие точки, с которыми будем дальше оперировать. Первая команда это set. SetID. Приводят этой команды и указание ID блока. У нас весь регион заменяется на блок определенного ID. А как же узнать ID определенного блока? Я предлагаю вам самый простейший способ это либо посмотреть в гугле, либо нажать сочетание клавиш F3 плюс английское H. После закрытия меню F3 у вас в инвентаре будет отображаться ID блоков при наведении курсора мыши на этот блок. Ну скажем, у камня есть вида, что ID 1, у травы 2, у земли 3, у булажника 4 и так далее. Также есть простейшая команда, это под названием Ando, Undo, кому как удобнее. Это отменяет выбранное действие. То есть мы можем несколько раз ввести команду, скажем, set41, set42, set43 и тому подобное. И при вводе команды Ando наше предыдущее действие будет отменяться. Также есть команда redo, то есть повторить действие. То есть отмененное только что действие будет обратно повторено. Это что касается команды set. Давайте отменим все наши действия, чтобы у нас не было лишних заборочек и возвратим нормальный вид нашего, как сказать, кубика. Также есть определенная команда replace. Она позволяет заменять определенный блок определенного ID на определенный блок определенного ID. К примеру, если мы хотим заменить весь камень нашего, скажем так, кубика, ну скажем, на красную шерсть. Для этого пишем команду replace, то есть заменить камень, то есть ID камня. Можно также писать stone, то есть камень, если кто знает английский хорошо. И можем писать 3514. То есть мы заменим сейчас камень на ID 35.14. Это все заменит у нас камень на красную шерсть. Что такое 14? 14 это определенный параметр определенного блока. К примеру, у нашей шерсти, ID у простой, ID у нее 35, 35.0. У оранжевой шерсти 35.1. У розовой 35.2. У голубой 35.3. То есть фактически у каждого блока, имеющего, скажем, некий свой параметр, ну там, допустим, цветом и так далее, у него есть такие параметры. Видим команду undo, и мы только что увидели, что мы способны заменять определенные блоки определенного ID на определенный, опять-таки, блок. Давайте сделаем вот что. Мы выделим наш обратно наш кубик, если он до сих пор не выделен еще раз. И видим команду replace air, то есть воздух, на 20, на стекло. Мы заменили весь воздух, находящийся в нашем кубике, на стекло. Ну, то есть, если мы начнем его рубить, мы видим, что у нас везде здесь находится стеклышко. Прекрасно. Скажем, если я хочу заменить все золото и весь камень на дерево, пишем сейчас команду replace, 41, то есть ID золота, ID камня, то есть 1 через запятую, и шерсть 35. Если указывать переменные через запятую, мы сможем заменять сразу несколько блоков на, опять-таки, определенные ID блоков. Это очень полезно. Также есть возможность заменять все в процентном соотношении. Видим, опять-таки, команду undo. И если мы хотим заменить, скажем, весь этот предмет на камень, на железную руду, на угольную руду, мы для начала должны узнать их ID. Ну, скажем, у угольной руды ID 16, у железной ID 15. Вводим чат команду set. Скажем, 80% камня, то есть ID 1 запятая, 10%. Угольной руды, то есть 16, и 10%, скажем, железной руды. И таким образом у нас это дело заменит на особый генератор. И таким образом у нашей кубики появится 10% угольной руды и 10% железной руды. А в 80% здесь будет камень. Чтобы убедиться в действительности, так сказать, правильности подсчетов, мы видим команду distr, изученную ранее вчера. Мы видим, что у нас здесь примерно 10% угольной руды, 10% железной руды и 76% камня. Ну, как сказал уже я в прошлой серии, что процентаж здесь довольно условный, поэтому на это особо застретивание не стоит. Стоит отметить, что весь World Edit, в том числе и команда Replace, также поддерживает процентное соотношение. Ну, к примеру, если мы хотим заменить весь камень, находящийся в нашем регионе, на 90%, скажем, шерсти, то есть ID35 через запятую, и 10% досок, то есть ID5. У нас все, кроме золота, заменится на шерсть и доски. Это все, что касается команды замены и установки блоков. Также имеется очень интересная и популярная команда Walls, то есть стены. Если мы выделим нашу территорию и ведем команду Walls1, то это обрисует вокруг нашего цветочка простейшие каменные стенки. То есть по факту команда создает стены и при этом сама не затрагивает сам регион. Естественно, ее можно комбинировать с изученной ранее командой Expand3, и это расширит нашу территорию на три блока вверх, и ведем снова команду Walls5, то это создается простейший деревенский домик вокруг нашего цветочка. Естественно, с помощью команды Set можно также создать простейшие стекла, то есть создать уже некую атмосферку домашнего уюта, и, естественно, с помощью сета можно создавать пол и потолок. Но это нелогично, поэтому разработчики постарались и сделали новую команду. Работающая по аналогии с Walls, только имеет она другое название и действует по иному принципу. Она называется Outline. Две черточки Outline. И также ID-блока. По сути, она обрисовывает вокруг выделенной территории стены, пол и потолок. Естественно, это более удобно и позволяет создавать простейшие коробки, которые можно уже декорировать с помощью наших ручек и нашей бурной и гибкой фантазии. Вот, собственно, и все. Это то, что касается Walls и Outline. А теперь пришла пора для самой опасной и самой интересной команды во всем World Edition. Это Stack, дублирование. То есть, к примеру, мы хотим создать целую-целую деревню, огромную деревню из таких маленьких-маленьких домов. Но, естественно, нелогично их строить вручную. То есть, дублировать их нужно, дублировать, дублировать, дублировать. Вручную это просто глупо. Естественно, есть специальная команда для таких вещей. Выделим наш заборчик нашего домика по периметру. Это для начала. Также воспользуемся командой расширения территории, чтобы расширить ее вверх и вниз, поскольку у нашего домика есть также пол. Expand 20 вверх и Expand 2, скажем, вниз. И если для тестирования мы введем команду Stack, то есть скопировать, дублировать, переместить, то наш домик сдублируется один раз вбок. То есть, естественно, если мы спорим туда, наш домик сдублируется вот туда. Вот таким образом. То есть, направление также здесь работает. Естественно, после команды Stack можно указывать количество домов. У нас пошел ламазный дождик. Это прекрасно. И с помощью команды Ando отменять наши действия. Так, сейчас погода станет солнечной и будем продолжать. Так, прекрасно. Команда Stack работает следующим образом. Она полностью копирует нашу выделенную территорию один раз. То есть, если мы, естественно, не указали количество. Но при этом наши заборы, получается, стыкуются. То есть, нам нужно просто перемещать точку копирования в другую позицию. Ну, для демонстрации, то есть, для простых примеров, я опять-таки все это покажу лучше на практике. Выделим вот эту точку забора. Вот эту вот. И выделим вот эту крайнюю точку забора. То есть, вот сам этот забор второй раз учитываться не будет. И введем команду Expand. Expand. Опять-таки 20. Только уже пол указывать не будем. Фиг бы стим. Введем команду Stack. То есть, по сути, у нас теперь забор учитываться не будет. И у нас мы видим, что в самом конце забор просто исчез. Вот так вот. И надеюсь, вы, в принципе, понимаете. Потому что очень просто. И если введем, скажем, команду Stack 4, то это создать 4 копии первого домика. То есть, всего будет 5 копий. То есть, один домик, второй, третий, четвертый, пятый. То есть, всего вот они, вот они, 4 копии наших домов. То есть, по сути, у нас команда Stack позволяет бесконечно длинно, бесконечно широко дублировать нашу территорию. Эта команда просто незаименима при работе с Редстоуном. То есть, если вы стремитесь стать, скажем, богом Редстоуна, то это просто вот великолепная команда. Расширим нашу территорию. И сдублируем опять-таки ее 3 уже раза. Поскольку у нас первый домик уже не учитывается. Мы увидим, что у нас в конце концов появился наш заборчик. То есть, по сути, я переведел территорию с самим заборчиком. И вот таким вот образом все это дело работает. А также это можно сдублировать по горизонтали. Только выделим более правильно. Скажем, вот таким вот образом. Вот так вот. И сдублируем ее в ту сторону, скажем, еще 4 раза. И таким образом мы можем создавать целые-целые деревни, поселения. Ну или, скажем, вот такие вот аймаки в Майнкрафте. Это очень быстро, очень просто. Главное этому просто понять и обучиться. Видим снова команда Expand20. И сдублируем еще раз наши домики 4 раза. Это немножко нагрузит наш сервер и потребует немного ресурсов. Но в любом случае у нас создается целая-целая деревня, огромное поселение из наших домиков. Адель абсолютно одинаковых. То есть, вам нужно единожды построить прекрасный домик. И потом уже просто сдублировать его для красоты восприятия. Вот так вот. Это команда Stack. Просто великолепная и просто прекрасная. Также в качестве, так сказать, бонусного материала я просто покажу вам, что можно с ней создать. Ну, скажем, сделаем каменную дорожку. На нее положим редстоун. Вот таким вот образом даже лишнюю берем. То есть, можно просто от простейшего базового камешка уже отталкиваться. Ведем команду Stack. Так, скажем, 21. Это сдублирует 21 раз нашу позицию, нашу дорожку. Выделим вместе с травой вот отсюда. То есть, пустое место. Выделим редстоун и сдублируем ее также 21 раз. По сути, это создаст огромное-огромное поле из наших редстоун камней. И дальше с ним уже можно подключать что-нибудь, с ним что-нибудь делать. Это уже на абсолютно ваше усмотрение. То есть, в зависимости от ваших предпочтений. Разумеется, при этом будет дублироваться также трава. Если вы не хотите дублировать траву, вы просто берете, ставите здесь камешек, выделяете территорию вот отсюда, досюда. И после этого убираете камешек. То есть, ваше выделение останется вместе с воздухом. И все последующее дублирование будет выполняться с воздухом между нашими ростовыми дорожками. Я надеюсь, вы доставили эту прекрасную команду. Потому что она просто божественна. Она вам не раз поможет, по крайней мере, в ваших великих начинаниях. И, надеюсь, вам это очень понравилось и очень пригодится. Вот так вот. Это что касается команды stack. Также имеется не менее важная команда, о которой, к сожалению, знают очень и очень немногие. Это команда move. Переместить. Она позволяет перемещать выбранный вами регион в любую точку пространства на определенное количество блоков, которые вы указываете сами. То есть, смотрите. Выделяем наш домик. Выделяем его с помощью команды expand20, уже привычным способом. И введем в чат команду move, смотря вон туда. Move, скажем, 10. Это передвинет наш домик на 10 блоков от нас. То есть, туда, куда мы смотрели. Но, если мы еще раз введем эту команду move10, у нас домик передвинется как-то неправильно. То есть, по сути, у нас сотрется половина домика. И все это происходит потому, что у нас вы вместе с домиком не перемещается его выделение. То есть, мы выделили регион один раз. Выделение здесь так и осталось. То есть, домик переместился, а выделение не переместилось. Вот так вот. Вернемся с помощью команды ando. И чтобы это исправить, просто припишем к команде move move-s10. Это позволит нам перемещать вместе с самим регионом домика, то есть, с самими блоками, еще и его выделение. И таким образом можно на неограниченное расстояние, неограниченное количество раз перемещать наш домик. Вот так вот. Эта команда просто божественная. Она позволит перемещать, скажем, ваши принтеры подальше, поближе к нам. Поближе или подальше от назойливых глазок игроков и тому подобные прекрасные вещи. Это что касается команды move. Еще есть интересная команда, которая поможет терраформерам, то есть создателям территории. Это команда smooth, то есть сгладить. Она позволяет сделать наши, так сказать, углы более гладкими в нашей территории. То есть, по сути, это не для ресторнеров, это именно для тех, кто занимается созданием гор, красивых ландшафтов и тому подобных прекрасных вещей. Выделим нашу территорию на 10 блоков выше. Так. И ведем в чат команду smooth. И укажем количество, насколько мы хотим ее сгладить. Ну, скажем, на 2. Это, в принципе, сгладить у нас на некий, так сказать, интервал на 2. Ну, так сказать, на 2 единицы. Так, я проезжусь. Если мы выделим больше, то есть укажем больше единицы, скажем, на 7, у нас это сгладится более сильно. Вот так вот. То есть, для большей ясности я предлагаю выделить нашу территорию. То есть, выделим ранее set 1 сделать. Перевыделить ее. То есть, с большей дистанцией это будет приятнее, я думаю, будет. С большим количеством блоков. Расширим ее, скажем, на 20 блоков вверх. Expand 20. И ведем обратно команду smooth 7. Это сгладит у нас ее до так называемых 7 интервалов. Я не знаю, что означает в плане именно майнкрафтовской интерпретации. Но, по крайней мере, это сглаживает ее на 7 никаких значений. Это позволит вам рисовать красивые горы, то есть, поднимать вашу землю и делать вашу территорию более приятной и опрятной. Естественно, при создании неказистых форм по типу вот этой с помощью World Editor. Это что касается команды smooth. Ну и последняя команда на сегодня, это команда regen, позволяющая регенерировать вашу территорию. Ну, скажем, если вы что-нибудь с помощью World Editor испоганили, и уже успела история ваших действий с помощью, там, скажем, команды andu очиститься, то есть, вы сделали уже необратимое. Давайте сейчас, собственно, это сделаем. Set 0. Испоганируем спав на сервере. И, допустим, у нас произошла вот такая вот фигня. То есть, это уже вручную восстановить, ну, просто, ну, задолбаемся, правильно мы? Выделим обратно нашу территорию, вот таким вот образом. Подлетим вот к той точке. Расширим территорию, скажем, на, ну, блок, и так, на 100 вверх, на 50, на 100. Expand 100 up. И введем через две черточки команду regen. Учтите, что эта команда работает очень долго и нагружает сильно сервера. Если сейчас много игроков, лучше этого не делайте. Потому что, ну, потому что, потому что генерация территории, в принципе, делает долгое. Так что используйте эту команду по чуть-чуть, потихонечку, поаккуратненьку, помаленечку. Но, в любом случае, это поможет вам восстановить вашу территорию полностью с нуля, сгенерировать все ресурсы, скажем, под спавном. Если у вас там хоть уже шахт накопали, и вас просто задолбало все это дело. Вот так вот. То есть, можно заново перегенерировать все руды, и таким образом все это дело будет прекрасно работать. В общем, собственно, сегодня все. Мы изучили основные команды по работе с регионами. Дальше мы займемся чем-то более интересным, скажем, копированием, вставкой, отражением, вращением и тому подобным интересным вещам. Но это уже будет в следующей серии. Сегодня я на этом с вами обращаюсь. И надеюсь, вам это дело понравилось. До свидания.